Может ли раствориться в небытие межзвёздного пространства столь плотный сгусток чистой энергии, как Ульянка? Она в силах пронзить своей неуёмностью небеса. А, так значит, у Ульянки и бур есть в этой вселенной. Вают налево. It's a trap! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить возвращение в Савёнок. Алиса, хорошая концовка. Не забываем шлёпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! Ну как, кто кого? Я усмехнулся, Таня на скорость журот. Ты кидаешь мне вызовы в скоростном поедании еды? Да за кого ты меня держишь? Да запросто! Я ехидно подмигнул ей. Три, два, один. Пошёл! Моя тарелка опустела меньше, чем за пару минут. Я вальяжно развалялся на стуле, словно на троне. Так нечестно! Ты же парень! Ну а зачем тогда соглашаться было? Как можно более едко протянул я. Да ну тебя! Ладно уж, подожди, да и мы пойдём. Да я и не тороплюсь. Ждать Олеса долго не пришлось. Через пять минут мы уже шли в направлении мус-клуба. Ну вот мы и пришли. Мику буквально сияла от счастья. Что же она затеяла? Привет, ребята! Знаете, что мне Ольга Дмитриевна предложила? Знаете? Не знаете? А вот я знаю! Она нам предложила сегодня вечером выступить на сцене. Перед всем лагерем. Здорово, здорово! Да, это было вполне себе интересное предложение. Не то чтобы прям таки крупный концерт, но, думаю, для девочек в самый раз. Да и я не примену возможностью лишний раз блеснуть своими музыкальными умениями. Ну тогда стоит начать подготовку уже сейчас. Офигеть! Ну тогда... Тогда давайте сейчас набросаем идеи, что будем играть и как. Потом отрепетируем, а дальше у вожатой и узнаем, что к чему. Ну, тебе виднее, ты же у нас... Профессионал! Едко вставила Алиса. У-у-у, сарказм. Одобряю. Если всё действительно так, то вряд ли стоит терять время. Быть может, это будет самый запоминающийся эпизод из этой короткой смены. Приступим. Давайте-давайте, быстро набросаем! Больше времени останется поигр... поиграть! Миколь сейчас была похожа на футбольный мячик. Совершала по несколько прыжков в секунду. Счастливая улыбка души не сходила с её лица. Тогда не будем терять время. Вперёд из песней! Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры! Из демрабочих! Много времени на составление плейлиста не ушло. Мы легко сошлись во мнениях. Концерт обещал быть насыщенным. Алиса, можно тебя на минутку? Ну что там? Девочки отошли в сторону и о чём-то тихо зашептали. У меня не возникало желания узнать, о чём же они там воркают. Нет смысла лезть в чужие тайны. Тем более, если они тебя не касаются. А в этом я был просто уверен. Я подошёл к окну, взял в руки акустику, провёл по струнам. Сладкий многоголосый хор витых стальных нитей. Порой его звук куда приятнее многих других. Всю жизнь я мечтал о таком лете. Тёплое в зелёных тонах, полное приключений, веселья и тёплых чувств. Разумеется, я не представлял себе это именно так. Но, тем не менее, здесь я чувствую себя как никогда раньше. Это восхитительное ощущение, исходящее из самой души. И словно заставляющее расправить плечи, поднять голову, улыбнуться и забыть обо всех проблемах. Будто ты один посреди бескрайнего поля зелени. Залитого лучами полуденного солнца, над головой ясное, без единого облачка небо. Хочется петь, нет никакой суеты. И ритм гитары жизни в этот момент размеренный и спокойный, как... Как эта мелодия. И откуда я её взял? Кажется, это одна из тех, которые были мной придуманы. Но пока не воплотились в виде полноценной песни. А что ты играешь? Весело спросила меня Мику. Просто перебираю. Здорово получается! Я улыбнулся. Мне действительно сейчас очень хорошо. Пару секунд спустя дверь приоткрылась. Вожатая всё же соизволила посетить нас. Доброе утро, ребят! С улыбкой начала она. Мику, думаю, уже передала вам, что я предлагаю вам втроём выступить сегодня. Конечно, не без инициативы Мику это всё. В общем, в девять вечера, я думаю, будет нормально. Вы же не собираетесь на три часа растягивать? Думаю, на полчаса нас хватит. Ну вот и замечательно. И вам будет чем заняться, и мероприятие для всего лагеря организуем. Оставляю вас здесь. Готовьтесь хорошенько. Я передам кибернетикам, после обеда помогут вам перенести оборудование на сцену. Удачи вам. Ну что, будем репетировать? Давайте, давайте, я уже ждать не могу. Ага. Давайте пока здесь, после обеда, переползём на сцену. Устроим им шикарный концерт. Мы играли до самого обеда, и только когда Горн протрубил обеденное время, мы прервались. Смиг устроился пот, так энергично она отрабатывала свою роль на ударных. Мы с Алисой устали чуть меньше, но вот пальцы уже ныли. Вот, пойдём выступать. Ой, как выступим. Зажжём этих пионеров. Быстро сложив инструменты, мы отправились на обед. Нам ещё столько всего предстояло успеть за сегодня. В столовой уже было многолюдно, но места ещё оставались. Немного постоя в очереди за едой, мы уютно расположились втроём за столом. Со всё теми же Леной и Славей. Девочки, вы вечером... Мы вечером концерт устраиваем. Вы придёте? Мне не терпелось поделиться этой новостью со всеми. Пускай это концерт лишь на уровне нашего лагеря, всё же целого лагеря. Во сколько? Где-то после ужина Ольга Дмитриевна обещала большую аудиторию собрать. Сыграем как надо. И побыстрее, и помедленнее, и хоть танцы устраивайте. Ну, хорошо, придём. Давить ли она? Да. И всё равно, всякий раз удивляюсь нашей новой Лене. Удивительно, загадочно. И так непонятно. Обед явно длился дольше завтрака. Девочки оживились и устроили целый спор на какую-то свою тему. Я же, уставившись в окно, медленно пожёбывал вполне неплохую сегодня картошку с котлетой. И слышал лишь неразборчивый шелест четырёх голосов. Наконец, я доел и с довальным видом развалился на столе. Алиса Смеку ещё доедали. К тому же, стоило дождаться кибернетиков, сидящих за соседним столом. Семён! Я настолько погрузился в негу после обеденной дремоты, что и не заметил, как девочки закончили есть. Ладно, мы пойдём на ужин. На ужин не скажите. Во сколько точно приходить? Непременно. Тем временем уже и кибернетики закончили свою трапезу и подошли к нам. Нас вожатая прислала, сказала помочь вам инструменты донести до сцены. Пойдём, покажем. В этот раз с кибернетиками мы унесли всё за один подход. Всё уже стояло на своих местах. Инструменты терпеливо дожидались музыкантов. Это всё? Да, можете идти. И во сколько у вас концерт будет? После ужина. Кибернетики бодрым шагом отправились в сторону своего родного клуба, о чём-то оживлённо беседуя. И ведь найдут в своей кибернетике то, что ещё не... И ведь найдут в своей кибернетике то, что ещё никогда не обсуждали. Я повернулся к девочкам. Счастливая улыбка, блестящие задором глаза. Мику уже не терпелось вновь опробовать этот звук. А лица выглядела не менее воодушевлённой. Времени у нас ещё полно. Ну что, не играть? Поехали! Бздэння! И мы начали! Казалось, ну что, уже можно играть. Но тем не менее, полтора часа пролетели как один миг. Руки уже начинали ныть, пальцы жалобно просили отдых. Да и в целом, я уже начинал уставать. Мотание головой и ходьба по сцене. Постепенно я начал понимать, что пора бы и передохнуть. Перерыв! Я снял гитару, рукой вытер пот с лица и уселся на краю сцена. Только сейчас я действительно почувствовал усталость. Да ведь ещё полдня впереди, и сам концерт. Быть может, не стоило так напрягаться. Что-то мы сегодня дали жару. По лицу Алисы бежал пот. Безвольно обмякшие руки, она безуспешно пыталась вернуть в нормальное состояние. Они заметно подрагивали. Да, нам ещё ведь вечером играть. Ну, тогда, думаю, стоит до вечера это и оставить. Я тоже так считаю. На минуту между нами повисло молчание. Даже уставшая Мику, не нашедшая в себе сил вылезти из-за барабанов, так и сидела там тяжело дыша и не произнося ни слова. Ну что, чем тогда займёмся сейчас? Не в силах больше удерживать своё расплывающееся тело в сидячем положении, я устала разлёгся на сцене. Погоди, сейчас придумаем. Едва я прикрыл глаза и коснулся спиной прохладной плоскости сцены, как по телу расплалось тёплое удовольствие. Кажется, я уже не встану. Да и стоит ли в ближайшие часы вставать? Всё равно, планов никаких. Семён! Я приоткрыл глаза. Алиса лежала на сцене рядом со мной и внимательно смотрела на меня. Так и будем лежать тут. А ты куда-то торопишься? Ну нет. Я приподнялся на локти и заглянул прямо ей в глаза. Что? Да я просто. Вновь почувствовав эту тянущую усталость, я поспешил вернуться в положение лёжа. Можно же просто полежать. Поглядеть на небо. Алиса ничего не ответила. Она легла на спину и, судя по всему, разглядывала облака. Разной формы и размеров. Разного цвета, разной длины. Ох, ребята! Вы как? Лучше всех. Отдохни хоть. Мику села рядом с нами у сцены. Что делаете? Смотрим. Мику притихло. Мы просто сидели втроём и наслаждались видом... Видом поз... Блядь. Видом полуденного солнечного неба. Время текло медленно, как и облака по небу. Нам было абсолютно некуда спешить. Полнейшее умиротворение. Кажется, закрой глаза на минуту и окажешься в нирване. Семён. Может, здесь пока закончим, да сходим куда-нибудь? Хм. Пока есть время, давайте звук настроим. А что его настраивать, Семён? Ну как же. Частоты выправить на динамиках сзади. Ручки есть. По громкости отрегулировать, чтобы всё слышно было хорошо. А вот здесь стоило действительно поработать. Звук со сцены шёл явно не слишком хороший. Я старался как можно лучше вслушиваться в звуки гитары ударных. Мику-то и дело бегало от одного динамика к другому. Потом к ударным и опять к динамикам. Алиса стояла с гитарой, наблюдая за тем, как резво мечется по сцене подруга. Сама же периодически давала какой-нибудь аккорд, чтобы я мог скорректировать её по громкости. В общем, процесс был действительно утомительным. На всё у нас ушёл почти час. Я сел на краю сцены. Алиса слева от меня. Запахавшиеся Мику справа. Кажется, Мику уже не так хотелось трепать языком. Не так хотелось трепать языком. Ей как минимум нужно было отдышаться. Вот это я! Набегалась! Ей действительно пришлось поработать больше всех. По её уставшему лицу бежали струйки пота. Ну что, в целом мы почти готовы. Мечереет. Я посмотрел на солнце. Оно уже немного клонялось к горизонту. До заката было ещё далеко, но всё же с обеда прошло порядочно времени. Вы как настроены? Обратился я к девочкам, которые тем временем занялись пристальным изучением, окружавшей сцену, земли и травы на ней. Я волнуюсь немного. Никогда не выступала перед такими большими толпами. Ну, у меня опыта побольше, но раз вы волнуетесь, то я буду волноваться вместе с вами. Девочки повеселели. Я ещё раз огляделся. Хронометр вселенной никогда не ошибается. Хочется ли нам, не хочется, всё ли равно, или мы готовы биться за каждую секунду. Но время беспощадно. Как бы ты ни мечтал им управлять, оно всегда идёт вперёд. Оно безошибочно. Скоро мы все вновь покинем этот замечательный лагерь. Пионер лагерь. Что останется всеми нами минус монетизация за... Dead by April, по-моему. Я окончательно вернусь в свой старый мир. Продолжу так же, как в год... Так же, раз в год посещать это удивительное место. А как остальные? Те, кто был здесь до меня. Те, кто, может быть, будут здесь после. Куда исчезнет бесконечная болтовня Мику? Мгновение и тишина. Для меня она замолкнет навсегда. Может ли раствориться в небытие межзвёздного пространства столь плотный сгусток чистой энергии, как ульянка? Она в силах пронзить своей неуме... Неуемностью небеса. А, так значит, у ульянки и бур есть в этой вселенной. Твою налево. И в момент, как я закрою глаза, она исчезнет. Сколько проживет вселенная без такого помощника, как славяна? Просто на миг представить, как осиротеет лагерь. Без этой зоркой блюстительницы порядка. И как смириться с тем, что все чистая любовь Лены. Чистая, как воздух здесь. Как вода на пляже. Как мои мысли в тот момент. В этот момент. Вся она рассыплется и обратится в звёздную пыль. Пусть сейчас в её сердце нет меня. Эт, если это и так. Как мне забыть её? Как? Я на всю жизнь запомню эти хвостики. И её глаза. Как поверить в то, что завтра мне вновь придётся расстаться с Алисой? За эти неполные две недели. Я намертво прирос к ней душой. Эээ... Две недели? Да, вроде шесть дней это... Даже неполная неделя. Ладно, похер. Забрать её значит разорвать мою душу. Зачем так поступать со мной? Дать насладиться сполна? Но разве этой недели достаточно? А вот здесь дать однозначный ответ совсем нелегко. Хотя, если я всё же вернусь, я точно буду вспоминать эту неделю как... Как самую короткую в моей жизни. Или как самую... Лучшую. Что дальше? Зачем это всё? Прошу, дай ответ. Расшептал, есть себе под нос. Нет ответа. Этот лагерь вообще редко даёт ответа. Быть может. Молчание. Как я люблю его, кса... Когда оно кстати. И как оно режет душу в неподходящий момент. А время всё идёт. Я сел на край сцены рядом с Алисой. Сейчас на её лице не было заметно ни одной эмоции. Наверное, настолько устала. Через пару минут я сожжу сам обнаружил, что голова вдруг будто опустела. Шум миллионов мыслей, воспоминания, сгрудившиеся огромной кипой в мозгу. Чувство чего-то недоделанного, невысказанного. Тоска, волнение, ожидание. Всё мгновенно утихло. Я впервые чувствую такое. Абсолютная пустота в душе. В ней будто вакуум. Космос, но абсолютно пустой. И я начал мёрзнуть. Кожа покрылась мурашками. Меня буквально затрясло. Из этого состояния немого ужаса меня вывела Алиса. Но ещё не совсем вывела. Совсем выведет уже в следующий раз. А сегодня на этом моменте мы будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok